ВСУ уничтожили шесть складов боеприпасов и два командных пункта, сообщает оперативное командование «Юг». Местные жители оккупированной Макеевки в Донецкой области утром 6 августа также стали сообщать о детонирующем складе боеприпасов Росармии. «По врагу в операционной зоне группировки нанесены четыре авиационные удары по скоплению противника по двум опорным пунктам и складу боеприпасов в Береславском и Херсонском районах». Не прекращаются ожесточённые бои ВСУ с российскими оккупантами на Донбассе. Противник пытается наступать на Донецком направлении, сосредотачивает усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, используя авиацию. «На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Спирнова и Иванодарьевки. Вёл наступление. Бои в направлении Яковлевка, Вершина и Кадема Зайцева. Успеха не имел, отошёл. Ведёт наступление по направлению к Бахмуту. Продолжаются боевые действия». В Днепропетровской области ночью с 5 на 6 августа российские войска обстреляли из Града в Никопольский район, а из ствольной артиллерии Криворожский. По словам главы областной военной администрации Валентина Резниченко, три человека ранены. Несколько тысяч людей остались без света. «Гон!» На Харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии семь районов города, сообщает Генштаб ВСУ. По данным областной военной администрации, удары из Белгорода нанесли по Индустриальному и Слобожанскому районам Харькова. Обстреляли Чугуевский и Изюмский районы. Двое людей, госпитализированные в Генштабе, заявляют, что ВСУ ранее продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на освобождённых территориях. «Готовимся к активным боям на юге», заявили в Министерстве обороны Украины. В связи с началом активной фазы контрнаступления ВСУ и ответных действий российской армии необходимо максимально эвакуировать гражданское население, сообщают пресс-центры сил обороны Юга. «Мы не должны паниковать. Из разных источников слышим разные сакральные даты, и все говорят о том, что необходимо эвакуировать мирное население. Мы это поддерживаем и призываем помочь нашим военным». Наталья Гуменюк, спикер оперативного командования ЮГ в эфире общенационального марафона. Силы специальных операций полка «АЗОВ» показали штурм вражеских позиций на юге Украины. После нескольких обстрелов российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре была повреждена азотно-кислородная станция, вспомогательный корпус, сообщили в Энергоатоме. Четвёртый энергоблок отключён. Источники издания The Insider сообщают о возможном минировании АЭС на случай контрнаступления ВСУ. «Россия должна отвечать уже сам факт создания угрозы АЭС. И это не только ещё один аргумент в пользу признания России государством спонсором терроризма. Это ещё и аргументы в пользу того, чтобы применить жёсткие санкции против всей российской атомной отрасли». «Россия держит в Чёрном море четыре носителя калибров. Угроза ракетных ударов возросла. Такие данные оперативного командования ЮГ. Россия готова пойти ва-банк в этой войне против Украины», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Противник перебрасывает технику и боеприпасы с Дальнего Востока и Урала.